Житель города Чадерлунга Виктор Кулев решил по-своему внести свой вклад, как он говорит, в развитие города. Чтобы с наступлением теплой погоды горожане смогли отдохнуть на озере и порыбачить, он специально приобрел и запустил 120 килограммов малька зеркального и румынского карпа. Наше имущество, что мы имеем в городе Чадерлунге, озера, которые уже практически их нема, и мы их сами довели до этой стадии, уважительная просьба сохранить то, что мы стараемся сейчас возобновить. Мальки уже достаточно большие, чтобы не погибнуть в самостоятельном плавании. Однако опасность исходит не от более крупной рыбы, а от так называемых браконьеров, которые ловят рыбу не совсем законными способами. Сейчас рыба тянется к берегу, где вода теплее и где ее поджидают псевдорыбаки с различными народными приспособлениями для массового отлова. В данный момент очень браконьерничает, и если так же будет продолжаться, в нашем городе ничего не останется, никакой рыбы, и будем только ходить где-то клянчить, чтобы пустили нас порыбачить. Пока рыба икры уметает, не рыбачить. По мнению советника городского совета Чадерлунге Петра Курдогла, арендная ставка неподъемная для многих желающих заняться разведением рыбы. Людям дорого, и поэтому отказываются этого озера брать в аренду. Но так как она находится в примарии, да, действительно, мы должны обеспечить, чтобы там не браконьерничают, потому что это рядом с городом, таким этажным зданием, местный комбинат, люди туда очень в жару ездят, в ходные отдыхать. Действительно, люди должны там только с удочкой ловить отдыхать, они ловить эту рыбу сетями. Уже прошло несколько лет, когда последний арендатор покинул эту запруду. На данный момент арендная ставка составляет более 60 тысяч лей в год. За деятельностью нерадивых рыбаков также никто не следит. Организаторы запуска «Малька» надеются, что при соответствующей прикормке и контроле со стороны местной власти уже через год на этом озере можно будет отдохнуть и ловить рыбу весом более 1 килограмма.